ребят еще дым идет ой пар идет пельменей всем привет вы как я открываю себе лимонад честно сегодня хотелось снимать но вот так получилось что решил снять так давайте немножечко ракурс фокус настроен у себя принципе все мы готовы жрать пельмени ребят сегодня давно у нас не было с вами чего-нибудь такого чем такого кроме роллов еще тут идет пар у нас сегодня с вами истории моих любимых подписчиков и давно кстати не было у нас истории с чоксана еще есть кола давно не было у нас с вами истории ребята потому что я что все знаю уже забыла про истории а мне девчонки присылали все присылать мне в instagram поэтому если вам интересно прислать мне историю в instagram раньше говорил на почту но у ребятка почта присылайте все туда в инсту все мои контакты будет под видео вот еще постриглась как вам моя новая стрижка ну не знаю на видео может быть не сильно заметно в жизни вроде лучше как вам если вам понравилось у вас такое же лицо овал кругленько как у меня можете тоже так стричься в принципе выглядит неплохо так на что начинаем давайте попробуем пельмешку во первых во первых вот она такая ребят всем кто сейчас голодный сочувствую идите ешьте кто на диете не надо сорваться мальчик сметана давно у нас не было пельменей пельмени из вкус вилла синий на говядина вкусно ну чё начинаем первая история кстати я же съездил к маме сто лет у нее не было конечно зайки после того как съездишь к маме как-то это грустно на душе не знаю почему у меня так кто плачет после встречи с я плачу кстати история в тему наверняка если вы смотрите мукбанги вероятность того что вы либо с лишним весом либо пытаетесь похудеть либо вас затых по поводу своего тела большой потому что я стала смотреть мукбанги когда я худела ничего не ела я типа смотрел как едят и мне остается восстановилась легче поэтому кто-то может просто так смотрят кого-то расслабляет но мне такая путь его девочка пишет свою историю хотел поделиться тобой история я с детства была упитана и пухленькой но жирный или свиньё я никогда не была причем в детстве меня ничем не обделяли папа всегда говорил что я принцесса хотя мама часто делала замечания я как-то так получилось что ограничиваю себя всю жизнь из-за подколов из-за подколов от родственников было нормальным сказать что я свинья толстая широкая колобок конечно бывало то что в школе отпускали какие-то шутки не общались со мной за того что я толстая часто бывало так что все издевались в классе я была очень уверена в себе всегда себя рассматривала и сравнивала с другими более красивыми девочками затем когда я перешла в другой класс все поменялось я немного изменилась мальчики стали обращать на меня внимание я пыталась сидеть на диетах но ничего не получилось мне все время нужно было чьё-то одобрение спрашиваю друзей родители не толстая ли я не толстая ли я этим я их очень бесила затем когда я была на первом курсе все-таки решила похудеть были такие мысли что такую как я есть никто не полюбит я села на жесткую диету стал себя ограничивать винить лишнем кусочки стал избегать столовых кафе вечеринок посидел с друзьями и началась моя история с рпп все началось с того что когда я бегал один мальчик на стадионе сказал не что я жирная как его мама и мне нужно надеть на живот пакет чтобы похудеть это меня так задело не представляешь я за одно лето похудела на 10 килограмм но тогда я не понимала что это начало моих больших психологических проблем стал необщительная дикая все время думала как бы не набрать вес просто не было сил жить думать развивать с лишней жизнью тоже все было в жопе парень бросилась того что стала слишком худая зацикленная на себе хоть ну на весе хотя я думал что похудее будет счастье а нет в общем а жизнь превратилась кошмар по итогу никому не нужна у меня были депрессивные эпизоды паника стресса мне соприть волосы ногти пока я не уехала за границу в общем хотела просто поделиться в истории может быть многим девочкам это будет полезно ребят но у меня была похожая история на самом деле я тоже была знаете как было у меня первое большое спасибо за историю во вторых меня тут часто называют толстые у меня тоже было что-то похожее я была нормальная полем стала набирать вес и наверное к первому классу я уже ну была с лишним весом хотя до этого я была худенькой но как-то я вот стала заедать и причем знаете ребят у детей это получается абсолютно не специально но просто ты начинаешь больше есть а больше ты ешь из-за каких-то проблем да там что-то не так и ты но пытаешься защититься над как бы психологические такие вещи которые должны родители отслеживать я тоже так набрала и была толстой до восьмого класса потом опять же мне какой-то мальчик тоже так сказал я села на диету и вот так подростковом возрасте ты максималист такой то есть и сейчас я сяду на диету буду одно а там я села знаете прям тоже похудела за три месяца что ли поднимаю я все понимаю сейчас мне это прошло с возрастом просто и переросла поэтому девочки у кого сейчас проблема мне там еще одна девочка кстати писала как-то про похожую ситуацию что у нее анируксия я считаю так в первых люди которые знаете я вновь перевешивает во первых люди которые говорят что-то такое ребенку типа там ты свинья или какая-то ты это особенно взрослые это на самом деле ужасно отвратительно и они может быть думают что они скажут знаете так ребенку и ребенок задумывает скажет ой я не буду больше есть на самом деле неправильно не просто обижает ребенка еще ребенок больше в этом всем закрывается он не может перестать есть еще больше сам себе находится я считаю ты огромный молодец что из этого выбралась но как бы мы растем ребят и конечно с возрастом мы выбираемся из всяких в таких состояний упаднических и я очень надеюсь что девочки у кого сейчас проблемы с питанием и они не могут его наладить что так произойдет знаете мне помогло а то что я стала и вообще немного по-другому к еде относиться и не могу то есть я понимаю что я могу поесть я могу обожраться и в этом еще нет ничего страшного потому что в обычной жизни я питаюсь нормально сбалансированно хорошо и у меня нет такого что я стремлюсь сейчас очень сильно похудеть или там не знаю то же самое касается вообще в сильных ограничениях относительно всего то есть если я сейчас скажу все я больше никогда в жизни не буду есть сладкое но я обожрусь сладким ну то есть если я захотела шоколадку я съела и вообще в этом нет ничего такого просто нужно понять что ты если будешь правильно питаться и нормально ты все равно приешь в норму у тебя будет нормальное тело стремиться какой то знаете я вот помню что мне хотелось быть анорексичкой даже то есть стремиться к анорексии когда ты очень толстый стремиться к анорексии в принципе такой максимализм да то есть ты это углубляешься очень сильно и тебе кажется что все как бы для тебя норма это только быть вообще скелетом ну это как бы крайность да крайность вообще и проблему восприятия потому что ты был толстый ты начал худеть у тебя стало получаться и ты думаешь все теперь я буду вообще палкой я очень надеюсь что девочки кто сейчас меня смотрит и реально не ели там несколько дней вы пойдете и поедите обычной еды потому что вы поймите что ваш организм это живое это там целая вселенная и ваше питание качество вашего питания напрямую отражается на вашем здоровье и к питанию нужно подходить именно как к тому что делает вас здоровыми если вы хотите реально быть стройными и здоровыми то кушайте больше овощей мяса на чем рассказываю все знаете а как я помню что ела типа один орешек в день и думала что вот я ну типа это норм ну нет это не норм это просто убийство понимаете себя поэтому девочки у кого проблема кто страдает очень вам сочувствую и начинайте работать вы уже достаточно похудели начинайте есть правильно и переключайте внимание насильно со своего тела на какие-то другие вещи это очень сложно короче ребят знаете легко сказать и когда ты без поддержки ну и так далее да почему-то не поддерживает некому подать руку это очень тяжело я поздравляю что справилась с этим что тебе помог переезд и мне кстати тоже в какой-то степени помог переезд с этим справиться помните что если у вас сейчас фокус на саморазрушение это может быть желание очень сильно похудеть или вы не можете остановиться есть с этим нужно работать и не нужно знаете думать ай ладно сегодня я так завтра посмотрим нужно с этим начинать работать прямо сейчас и этот фокус на саморазрушение смещать потому что вы у себя одна вот так как я всегда говорю никто кроме вас о вас не позаботится вот все слушайте есть еще короче одна история девочка мне писала я просто сейчас наверное прочту ее всю о кстати кстати сейчас у нас нашла короче девочка пишет у меня есть парень он говорит не знаю любим мы уже друг друга или нет проблема в том что я очень ревную к сестре двоюродной возможно потому что он с любовью о ней рассказывает и это ревность не просто так они очень близки даже за руки держится дело в том что когда мы с ним не вместе он все время проводит с ней однажды когда был пьян признался что в детстве просил показать ее груди и она показала потом они долго смеялись он сказал что это была шутка но я так насторожилась что бы я ни сделала он сравнивает меня с ней идеально причем сравнение далеко не всегда в мою пользу вводит из себя когда понимаешь что не соответствуешь неким его идеалам которые он видит в своей невероятной сестре он гладит ее по волосам смотрит на нее так как будто она его любимая он ищет каждую свободную минуту чтобы провести с ней она его старше на 8 лет так часто берет ее за руку как парочка я безумно его ревную так как чувствую что там что то есть спасибо большое за историю во вторых ну видимо да там что то есть потому что вот у меня еще другая девочка скидывала историю там тоже была тема типа с троюродным братом ну ребята во первых я не знаю это ну вот конкретно на этой истории я думаю что да он в нее влюблен свою сестру наверное с детства он еще когда был мальчиком он в нее влюбился блин она старше его на 8 лет она ему показала груди типа прикиньте ну ему допустим было 10 и ей 18 или когда она ему показала в каком таком детстве она решила ему показать сиськи у них огромная разница в возрасте слушай я думаю что он он ее любит реально может это еще какая-то у него детская херня осталось но по факту это неадекватно и я думаю знаешь чете лучше это ему сказать ну я не знаю конечно как он может так что это моя сестра ну блин скажи как есть что ты терпишь скажи слушай чувак это ненормально твоей сестре не 3 годика чтоб ты ее гладил там по голове и брал за руки это личный контакт это ты можешь знаешь как сказать что для тебя просто это слишком интимно что он берет ее за руку гладит по волосам обнимает смотрит на нее с открытым ртом что ты не слепаешь что ты видишь и что он переходит границ и вообще отношения между двоюродными троюродными это не ок да знаете даже не с точки зрения того что ой что скажет люди ну блин это просто это инсест ребят и если у таких людей будет ребенок вы знаете что он может быть с отклонениями в развитии ну то есть такие отношения не нужно вообще в принципе допускать если ты адекватный человек не знаю короче вы поняли меня я считаю ты должна ему сказать терпеть знаешь этот бред я не знаю вы сейчас вместе или нет напиши мне но это терпеть какой смысл ты же не слепая ты все видишь и все правильно думаешь я думаю знаете как говорится когда тебе кажется тебе не кажется и какие такие вещи конечно в отношениях часто люди ну знаете стесняются друг другу что-то сказать и так далее но когда уже конкретно человек давит на твои личные границы да он их переходит твои нормы да как бы ты считаешь что это нормально а он совершает поступки которые по твоему ненормальные тебе надо с ним говорить и все это ему высказывать иначе ты чего будешь его всю жизнь терпеть что ли что он там не пойми что с своей сестрой нет скажи если ты хочешь отношения ну в 10 неадекватно ты же не заставляешь их не общаться хотя можно было бы ну ладно это жестко да наверное как вы ребят считаете ну мне кажется жестко что он все так ведет в своей струне он там 8 лет разницы вы че скажи ему кстати может он пристыдится чуть-чуть не знаю люди разные и для меня допустим это вообще не ок я бы не стала такое терпеть хотя опять же знаете когда любишь там боишься что вдруг он скажет да и выбирай свою сестру я буду с ней жить это вообще тогда мужское и женское надо посылать на мужское и женское короче скажи ему что типа тебе это не нравится и знаешь какой пример приведи ну представь у меня бы был брат и мы бы с ним обжимались как бы тебе было поэтому ребят пожалуйста говорите не замалчивайте правильно фух что-то я так наелась сколько съела штук кто считал тут полкило общего давайте последнюю историю последнюю девочка пишет девочка пишет что короче что короче она долго достаточно историю мне кажется уже память закончится короче пишет что ей нравился один мальчик в школе в школе она была в него влюблена ну типа она считает что между ними пробежала искра но как-то у них все не сложилось типа он был стеснительный и она типа ну не хотела делать первый шаг и по итогу по итогу она приехала в другую страну и но она все время короче следила за ним в соцсетях и потом она видит что он переехал тоже туда же где она и она ему никак не может написать типа стесняется она считает что у них нет общих тем блин тут знаете девочки как вот с этой историей с братом чего мы все стесняемся говорить что мы держим язык в одном месте что от того будет что ты ему напишешь что будет если ты искренне скажешь в своих чувствах вы же не в школе учитесь вы не в детском саду где вы в одной группе вы взрослые люди и ты вообще можешь сказать что ты в него влюбилась и была влюблена напрямую и что из этого изменится ничего даже если он скажет что он тебя не любит и ты ему не нравишься и вообще он не хочет видеться и встречаться какая разница один человек на этой земле будет так думать и будет знать что ты была в него влюблена короче в этом нет еще такого просто напиши ему чтобы потом не жалеть что ты ему не написала и все думаешь о нем а тебе уже 50 лет а он уже дедушка поэтому напиши ему поставь лайк на фотку и все встретитесь у вас очень много общего вы приехали в одну страну не сговариваясь это уже тема для разговоров как у вас нет ничего общего вы типа с одного города понимаешь приехали в одну страну у вас дофига общего кстати микрофон не проверила интересно он работает так что все пиши я считаю так если хочешь кому то написать пиши если это не будет иметь серьезных последствий но если допустим тебе кто то нравится из твоего класса то лучше не надо ему писать потому что он может это всем рассказать и будут над тобой все смеяться а если вы взрослые люди и все в порядке то можно написать и сказать давай даже знаешь что можно написать можно просто ему сказать давай встретимся ооо ты тоже приехал давай встретимся да ну понятно когда у тебя чувство ты переживаешь типа ой а вдруг ему не понравится я не понравится что я написала не понравится не понравится пошел в жопу ребят носитесь проще короче выводы этого видео никаких отношений с двоюродными троюродными никогда если мы такую видим жесть надо это высказывать и говорить что ты вообще ку-ку ребят ну это просто как бы истина понимаете второе не боимся говорить о своих чувствах о негативных позитивных и если тебе кто-то нравится лучше об этом написать лучше попробовать как-то встретиться и третье пишите свои истории мне на инстаграм будем болтать у меня уже тут начали сверлить я очень наелась ребят спасибо большое что посмотрели это видео все ставьте лайки подписывайтесь на канал ну кстати наркотички ешьте любить себя нет пожалуйста 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 и а и а и и и и и